Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Наконец-таки мы с вами подобрались к очень насыщенному дню по важным макроэкономическим релизам. Сегодня у нас буквально весь день будут греметь серьезные отчеты, индикаторы различных секторов, отдельных экономик. И больше, конечно же, акцент мы сегодня делаем, собственно, так же, как и продолжим делать до конца этой недели. Благодаря, опять же, новостному фону на американскую статистику. Сегодня, в частности, у нас будет первый отчет, частная оценка по состоянию рынка труда, LDP. После этого мы с вами переключимся на состояние промышленного сектора, индекс разгона инфляции, отчеты PMI. И замыкать день уже будем комментариями ФРС по поводу текущей денежно-кредитной политики. И, конечно же, процентная ставка, которая будет опубликована в новом исполнении. Но, возможно, с сохранением, собственно, прежнего значения. Больше, конечно же, шансов на это в 22.00 по московскому времени. То есть, весь день волатильности, я уверен, будет зашкаливать. И буквально мы уже видим, как ролирует пара доллар-японская иена, которая вчера показала серьезную просадку. Но сегодня американец, видимо, испытывает какую-то ответственность, может быть, даже чувство вины за то, что вчера позволил так сильно придавить собственные позиции. Сегодня он уже отбирает снова пункты у своего японского конкурента. И вот сейчас мы видим котировки уже снова выше 113. Я продолжаю верить то, что доллар имеет по-прежнему значительный потенциал для роста. И надеюсь, что сегодня он не останется без поддержки национального фундамента. Но обо всем, как и всегда, давайте чуточку подробнее. Начнем мы с нефти. 55.61 – это закрытие вчерашнего дня. Сейчас актив, инструмент торгуется на уровне 55.42. С небольшим повышением мы закрыли вторник. Но все-таки присутствующие на рынке опасения, связанные с тем, что рост добычи нефти в США значительен. Как раз именно эти опасения, они и не дают возможности для реализации более серьезного бутчевого ралли на рынке углеводородов. Это действительно так. Я уверен, что можно безошибочно сказать, что эта нервозность, которая присутствует на рынке углеводородов, она как раз связана с тем, что уже никто не сомневается, ну или, по крайней мере, в виде анализируя цифры, которые мы получаем от США, вот из недели в неделю, даже отчет Беккер-Хьюз по количеству университетных терминалов. Это как раз те отчеты, та статистика, которая полностью подавляет положительный эффект от энергетического пакта, сделки соглашения регионов ОПЕК и тех стран, которые присоединились к этой сделке по ограничению производства. И, судя по всему, если ситуация не изменится, она вряд ли изменится, поскольку цены на нефть продолжают находиться на высоких значениях, а значит, нет никакого стопа для сланцевых производителей в США. То есть, если бы нефть, сейчас просела, ниже 50 долларов за баррель, возможно, темпы прироста количества платформ были уже менее выраженными. Но сейчас мы по-прежнему наблюдаем котировки 55, чуть повыше, конечно же, сейчас 55-42. Но медианный вот этот уровень 55, он уже тянется несколько недель подряд. И поднадоел, я уверен, вам, так же, как и мне. Хочется видеть уже более внятную динамику. Я надеюсь, то, что это затишье не перед дальнейшим ростом, это затишье, направленное на сбор усилий, чтобы опустить этот инструмент гораздо ниже. Если вернуться к США, статистика, вы помните, это количество платформ, рост до 566 штук, это рост добычи нефти на 17 тысяч за позапрошлую неделю. Сегодня у нас, собственно, уже свежие данные, 18.30 по московскому времени, официальная статистика по запасам. И параллельно выйдет отчет по уровню добычи за прошлую неделю. Думаю, что цифра будет не меньше 17 тысяч баррелей. Соответственно, США так и будут оставаться регионом, который при сохранении текущих темпов добычи может свести на нет весь прогресс от сделки ОПЕК. И, в принципе, обозначить то, что она уже практически является бессмысленной. Потому что, видимо, недооценили отдельные площадки. Опять же, регионы, которые лоббировали эту сделку, не допускали тот момент, что есть регионы, как Ливия, Нигерия и США, которые не скованы никакими ограничениями. И любую возможность, которая будет им подарена, предоставлена, увеличить собственную экспансию на рынке, ими она тут же будет использована. На США максимум фокуса внимания. Мы это делаем постоянно, следим за этим регионом. И сейчас именно Соединенные Штаты Америки являются географическим объектом, который поддерживает и оправдывает нашу короткую сделку. Сегодня ночью вышел отчет по ОПЕК. Я спешу, собственно, порадовать медведя, поскольку запасы снова выросли на 5,8 миллиона, против прошлого роста на 2,9. И буквально несколько часов назад нашему вниманию был представлен индекс производственной активности по Китаю. НБС снова спад 51,351,4. Соответственно, актуальные проблемы для промышленного сектора и экономики Поднебесной. А значит, та самая неприятная ситуация и жесткая посадка для Китая продолжается. Я не верю в Китай. Думаю, что многие из вас тоже, по крайней мере, цифры, они не вселяют оптимизма. Я думаю, что Китай будет слабеть и дальше, а значит, будет влиять на показатели спроса на перспективу. Поэтому мы живем и дальше с проблемой перенасыщения рынка углеводорода. Мы ждем, когда же все-таки к нашей короткой идее присоединятся серьезные игроки, которые смогут собственной ликвидностью затащить этот инструмент ниже. Рубль 60,21 сейчас, как и ожидали, прорвется пара выше 60. Я думаю, что сегодня мы будем снижаться по нефти, значит, восходящая динамика пары продолжится. Следующая цель 62,63. Я думаю, что те, кто следит за рублем, уже наверняка знают про новостную сводку вчерашнего дня, то, что Минфин планирует девальвировать и считает, что необходимо курс рубля на 10%. Хочу сделать маленькую ремарочку, с вашего позволения. Подобные формулировки нужно воспринимать не как, по сути, пособие, каким-либо действием, то, что нужно сейчас бежать в обменьке, скупать валюту. Хотя это, между прочим, было бы правильное решение, если вы рассматриваете, опять же, спекуляции не на финансовых рынках, а просто для вас интересен факт физической покупки валюты и, можно сказать, спекуляция с плечом один к одному. Я считаю то, что вчерашний, опять же, новостной фон и подобные комментарии со стороны монетарных ведомств России стоит расценивать как еще одно доказательство того, что рубль уже достиг своих минимальных пределов. Дальше его попросту не пустят. Дорогой рубль явно не нужен. Нужен более дешевый, исходя из тех же проблем бюджета, его крайне дефицитного состояния, истощенных фактически российских запасников, которые нужно пополнять. Поэтому с сегодняшнего дня Минфин начинает проводить валютные интервенции для того, чтобы повысить емкость хотя бы резервного фонда. Но в любом случае, валютная интервенция, покупка валюты. Будем ждать прессинг. Вот через 24 минуты стартуют торги. И я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы вступаем в новую эпоху приличного пресса, долгосрочного на рубль. И постепенно будем двигаться вверх, хотя бы выше 63, что нам сейчас нужно. Евро против доллара 1.0788. Вчера мы видели то, что европейская валюта снова с долларом поменялись ролями. Евро показало внушительную восходящую динамику. В частности, по итогам дня прибавило больше фигуры и практически добралось до планки сопротивления 1.08. Причины роста евро – это, конечно же, первая, вторая, третья, четвертая, пятая – снижение доллара. И уже оставшиеся сильные макроэкономические данные. Признаю, отчеты действительно очень хорошие. Во-первых, индекс потребительских цен. Я вас ориентировал последить за этим индикатором. 1.08 в годовом выражении с одного и одного рост. Но и здесь тоже хочу сделать ремарку, увести вас немного в сторону, порассуждать. И, в частности, касаются эти рассуждения о текущего состояния инфляции. Важно отметить то, что этот рост, который мы с вами уже зафиксировали вместе с прочими статистиками, теми, кто следит за макроэкономическим фоном, он основан не на прекрасных показателях внутреннего спроса, не на росте потребительской активности, и не на уверенности потребителей в том, что ситуация будет улучшаться, ну, что, в принципе, приводит к первому и второму моменту соактивности, о чем я уже сказал. Единственная причина роста инкса потребительских цен – это восстановление цен на энергосырье, на углеводороды. Поэтому основание, мягко говоря, шаткое. И снова напоминаю вам комментарии последние в ходе состоявшейся несколько недель назад конференции председателя ИЦБ Майор Драхи, который дал понять всем тем, кто следит за этим отчетом, нужно четко разграничивать основной инвест потребительских цен и базовые, которые по-прежнему находятся ниже 1%. Он уже в меньшей степени учитывает состояние ситуации на рынке энергоресурсов. И как раз именно базовый показатель инфляции является определяющим для ИЦБ в принятии решений относительно экономических стимулов. Поскольку нет пока уверенности то, что базовый индекс будет расти так же активно, как и простой индекс инфляции, значит, мы говорим и продолжаем с вами надеяться на сохранение прежних стимулов со стороны ИЦБ, которые уже действуют и которые были обозначены как те меры, которые являются необходимыми и которые продлятся до конца, возможно, 2017 года. Ну, в текущем формате уж точно. Поэтому европейская валюта своим вчерашним ростом обязана только слабости доллара и доказывает это тот факт, что основной рост пришелся в тот момент, когда резко обвалился доллар. И это является еще одним подтверждением того, насколько, предостережением даже, предостережением того, насколько могут быть рискованными дальнейшие длинные сделки по паре евро-доллар, то есть покупки, в контексте того, что при возобновлении роста доллара, который будет ориентироваться на реформы Трампа, он очень быстро вернет себе статус лидера рынка и рисковым активам так же быстро придется терять позиции, как они их набирают в последние дни. По евро-доллару, друзья, я не вижу возможностей для дальнейшего среднедолгосрочного роста. Краткосрочная – это, по сути, игра в угадайку. Я не думаю, что фундамент может дать основания, чтобы более-менее четко, с максимальной границей определить внутренние тренды. Но даже краткосрочная – я бы не стал сейчас ссуваться в длинные сделки по евро, в виде всего больших факторов того, что уже очень высоко забрались и пора бы спускаться. Фунд против доллара. Новых данных, новостей нет. Вот сегодня у нас в 12.30 через практически 2,5, ну почти 3 часа выйдет отчет по индексу активности в производственном секторе. Позже на этой неделе сфера услуг. Она нас интересует больше, потому что на нее приходится больше вклад в темпы экономического восстановления. Но в целом, вы помните, что с макро-статистикой все неплохо в Англии. И последний отчет по ВВП, он просигнализировал о том, что, собственно, Англия, как экономика восстанавливается, показывает очень достойные показатели. Я жду, что и сегодня отчет не расчарует и может стать фактором локальной поддержки для фунта. Мы уже неплохо выросли за вчерашний день, как я вам и рекомендовал. Сейчас стоит рассматривать по фунту длинные сделки с возможностью ухода выше даже отметки 1,27. Цель максимум 1,2750-1,28. И пока что я держу на паузе идею, связанную с продажами фунта, как в кратко-так и в среднесрочных перспективах. Для долгосрочных трейдеров даже текущий рост не ломает тот тренд, который был сформирован еще после Брекзита, тренд, который может увести пару ниже отметки 1,27. Доллар и иена. Здесь вчера мы снижали, сегодня уже растем. И, как я уже отметил, сегодня очень насыщенный день. Буквально от каждого релиза стоит ждать поддержки для доллара, для укрепления позиции. Вчера слабость была основана на том, что индекс просел долларовый. Снова ниже сотки американские трежерис отступили от планки в 20,5% по доходности десятилетки до 2,43%. Трамп еще продолжает в большей степени высказываться и усиливать опасения относительно протрационизма. Потому что вчера мы слышали о воскопарной речи, обвинении и острове критику в адрес руководства Китая и Японии по поводу того, что они искусственно развязывают деволюционные войны, провоцируя и формируя преимущества для национальных производителей. В частности, также Питер Навара, который возглавляет одно из ведомств Соединенных Штатов Америки, вчера также отметил то, что курс евро является переоцененным. Точнее, недооцененным. Это и стало причиной того роста, возможно, главного валютного риска, который мы видели одной из причин. В общем, для рынка сейчас определяющим являются те суждения, которые мы продолжаем получать в средствах массовой информации, возможно, со ссылками даже на прямые источники со стороны администрации президента Трампа. И думаю, что в ближайший квартал ситуация не изменится. Мы по-прежнему в режиме ожидания. Ждем реформы стимулов, обещанных со стороны Трампа. Пока он тянет резину, тогда давайте следить за ФРС. Ждем сегодня ставку и надеемся на жесткую риторику, которую обязательно завтра разберем вдоль и поперек, проанализируем. И очень хочется верить, что завтра у нас будет повод говорить о возможном обычном ралли, которое должно пойти по паре доллара и иена. Канадец USDCAD сегодня у нас на отметке котируется 1.3085. Жду все-таки поддержки для доллара и, соответственно, уход пары выше отметки 1.31. Цель максимума даже на сегодня это 1.32. Я надеюсь, что эта цель может быть реализована, особенно даже не в контексте только роста доллара, а ожидаемой слабости нефти. Вчера вышел отчет по ОВП и он в целом оказался неплохим, но и не таким хорошим, как бы мог быть. Поэтому мы с вами в целом еще продолжаем резонировать от позапрошлых отчетов, не верят в наличие оснований для того, чтобы канадская экономика развивалась в таком же ключе, как в прошлом месяце и дальше. То есть макроэкономическая картина, опасение пересмотра торговых условий нафта, сильные доллары и возможность снижения цен на нефть – это то, что будет двигать пары дальше с возможностью ухода примерно 1.35. Золото вчера выросло, опять же, на слабости доллара. Сегодня золото может также лихо просесть и оказываться снова ниже отметки 1200 долларов за тройскую оунсу. И вот кто еще вдохновлен комментариями Карни, точнее не Карни, а Трампа – это американские фондовые рынки, потому что если вы следите за S&P, то наверняка уже заметили, как американская фондовая селекция снова прет на обновление рекордных исторических максимумов. Мы говорили, что этот тренд будет актуален в течение всего квартала. Я рекомендую попробовать еще снять сливки с этого растущего тренда даже тем, кто разделяет больше скептические настроения. Поверьте, американский фондовый рынок сейчас будет точно расти при любом раскладе. И этот потенциал нужно использовать. Сегодня из важных событий особый акцент я делаю на комментарии по денежно-кредитной политике ФРС США. В 22.00 у нас ставка, в 18.00 запасы, в 18.30 точнее запасы нефти уже от официального ведомства. Ждем также прироста и давления на цены на черное золото. Ну и первый отчет, на который стоит обратить внимание с точки зрения возможной поддержки для доллара – это отчет ADP в 16.15 по Москве. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Рекомендую сегодня быть куда более бдительными, нежели чем всегда, поскольку, сами видите, какой денек у нас впереди. Контролируйте риски, не злоупотребляйтесь плечом. Если будут вопросы, пишите на YouTube или на форуме Amarkets. Ну и, конечно же, говоря про официальный канал на YouTube, если вы подписаны на него – молодцы. Не забывайте ставить лайки. Если нет – прежде всего подпишитесь. И жду любых вопросов, которые касаются финансовых рынков, прямо там, под каждым свежим выпуском видеобрифинга. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.